Иногда в приложениях возникает необходимость выполнить какие-либо действия один-единственный раз. В этом случае прибегают к статическим логическим блокам. В примере класса Boost виден обычный статический блок и сейчас добавим еще объявление статической переменной. Ну, кроме всего прочего, статические блоки применяются для работы со статическими полями и методами. Как создать статический блок? Очень просто. Создать обычный блок и добавить перед ним слово «статик». В чем же будет отличие? Отличие в том, что статический логический блок может работать только со статическими полями и методами класса. Например, действие «++ID» будет уже некорректным, так как нужен объект для доступа. А вот работа со статическим полем будет успешной. Доступ будет успешным. Давайте выпишем, что это статик. Статик блок. Достаточно. Каунта. И выведем каунта. Особенностью статического логического блока, напоминаю, является то, что он выполняется единственный раз в приложении. Более того, что он единственный раз выполняется, еще он выполняется вообще самым первым при любом обращении к классу. Самым первым. И даже вот то, что он здесь стоит вторым, это не имеет никакого значения по отношению к этому блоку. Теперь вернемся к тому же примеру. Не будем ничего менять в выводе. По-прежнему будем создавать четыре объекта. И посмотрим, какое место при создании объектов займет статический логический блок. Вот. Он сработал самым первым. Сработало увеличение и все остальные создавались точно так же. И можно так выделить еще одну особенность. Если при работе статического логического блока возникает исключение. Любое исключение. Например, попробуем сделать действие по некорректное преобразование. Интежер из строки в число. FarsInt. И здесь будет какую-нибудь некорректность. То, как известно, в этом случае будет генерироваться исключение NumberFormatException. Однако же это исключение будет заменено при выводе, точнее обернуто исключением exception in initializerError. Так называемая ошибка статической инициализации. Обратите внимание. Вот наш родной NumberFormatException. Указывает на некорректную строку. А вот an exception in initializerError. То есть, это Error. И он на самом деле останавливает работу приложения. И, в общем-то, совершенно нет смысла его обрабатывать. Потому что, например, это действие могло использоваться для инициализации статической переменной. Не просто static. Статическая, например, FinalStatic. Так, это действие статически нельзя изменять. А вот сейчас, видите, инициализации нет. Но с помощью статического логического блока ее можно сделать. Ошибка исчезла. И, в этом случае, чисто логическая ситуация. Ну, да, counter здесь выводить тоже нельзя, так как он не проинициализирован. Выводить его, например, можно будет после. Ситуация. Чисто логическая, если рассмотреть. Мы создаем некую FinalStatic переменную. Это вообще константа по-хорошему. По-хорошему, должна быть записана в верхнем регистре. Давайте с помощью рефактора это и сделаем. Мы собираемся ее проинициализировать. Раз мы собираемся ее проинициализировать, значит, каким-то образом она будет использоваться в приложении. Иначе зачем она вообще объявлялась? Инициализация вот в этой ситуации, видите, происходит неудачно. Значения по умолчанию дать никакого у нас здесь нет возможности. Поэтому приложение выбрасывает error и требует, в общем-то, вмешательства программиста уже конкретного в исправлении кода, чтобы эта ситуация не возникала. То есть, если здесь было бы корректное число, то да, будет проинициализировано в статье FinalStatic переменная. Кстати, можем это и посмотреть некоторым значением. Например, 177. И давайте запустим, чтобы убедиться в работоспособности уже вот этого примера. И работоспособности такой вот инициализации. Такого способа инициализации. Вот он сработал, вот он 177 проинициализирован. Всё остальное работает без всяческих изменений. 1970 rápida. 大, statue на Missionsosti master 18 NFL 80 Excel 23 180 Cent от 15